То, чем я сейчас занимаюсь, я вам показываю самые дешевые цены. Я действительно хочу, чтобы магнитогорцы жили нормально. Представляете, если бы у меня было все круто, если бы у меня не жена за камерой стояла, и не я бы все это делал, а было бы навороченное, я пошел бы к какому-нибудь сетевику, сказал, сетевик, я тебе сделаю мега-рекламу, раскручу ее на своем мега-канале, взял бы у него большой-большой телевизор и запряг бы свой персонал. Но такого нету, я работаю один вместе с супругой, сын за моей спиной находится. То есть вот весь наш замечательный коллектив. Куда мы приехали сегодня? Мы приехали в тот самый замечательный промежуток между заводом Алькор и метизно-металлургическим заводом. Вот туда надо проехать, для того, чтобы вам найти самые дешевые цены. Но теперь мы вам не будем ничего показывать, по кому как я решил вопрос другим образом. Я решил вам сделать 3D-проект, чтобы вы поняли, куда приехать то. Итак, не все понимают, но до завода управления комбината доехать можно. Кстати, для всех сел тоже. От завода управления в сторону гортеатр ведет одна единственная дорога. Едем по ней. Слева будет Алькор. Так вот, мимо Алькора через лужу проезжаем по складской и далее до товаров народного потребления. И там покупаем то, что везде стоит дорого. Когда мне говорят, что здесь продается, я задаю маленький дивный вопрос. Да вы зайдите, посмотрите, что здесь продается. Просто зайдите и посмотрите. Честно, я бы, конечно, с этим местом бы работал подольше. По одной простой причине. Все, что я здесь вижу, я бы, честно говоря, хотел бы купить. Потому что, во-первых, цены. Во-вторых, качество. Вот насчет качества мы сегодня поговорим. Ну вот, какие здесь замечательные товары. В основном, это качественный и хороший Китай. Замечательная Беларусь. А Беларусь сейчас работает просто супер. Вы просто посмотрите на этот товар. Вот соковыжималки, вот они продаются. Да это просто удивительное, что. А вот, в остальном, в остальном, если мы говорим про Россию и про Китай, тоже исключительные товары. И здесь не все подряд. Здесь то, что вам нужно. Ну, вот трехлитровые банки, вот дешевле, по-моему, нигде нет. Вы знаете, относительно. То есть, если относительно этого города, то да. Если брать какие-то отдельно стоящие города, то там, возможно, дешевле. Коркинский завод. Ну, это далековато отсюда. Ну да, согласен. Соковыжималки я, в принципе, вам показал. Очень классные соковыжималки. Белорусские соковыжималки. Теперь куда все это дело запаковываем. Вот, специально здесь встал, чтобы вы поняли, о чем речь идет. То есть, это баночки. Баночки 0,72, 0,5, 2-литровые и 3-литровые. Цена вопроса от 8,8-10 до 22, 10 рублей. И найдите где-то подешевле, ну, попробуйте, если получится. Вот, что в других моих руках. Это вот, смотрите, сколько их, вообще, 6 штук. Если вы что-то можете сделать, закатать, а закатать может любой, то замечательные закрывашечки тоже здесь. Теперь во что все это делаем? Во что все это делаем? Вот, есть такая штука, крышка. Но не для этого, а нет, есть вот для них как раз. Твист. То есть, щелк и захлопнули. Цена вот этих всех крышек, здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре, девяносто рублей. Вот, замечательные магнитогорские крышки для консервирования. Может быть, кто-то поймет, а может кто-то не поймет. Цена вопроса 84 рубля за 50 штук. Вот, ну и естественный вариант. То есть, если вы что-то взяли и хотите зимой покушать, и хотите, чтобы это было исключительно вкусно, то контейнеры разнейшие и все-таки есть в наличии. Кстати, контейнер это не обязательно для пищи, которую вы будете потом кушать. Потому что в этом контейнере вы можете и голубцы сделать, и помидорки, и все остальное. И потом уже кушать. Где? Да в поезде! Где еще? Потому что поезд это супер! Только единственный вариант, что надо просто отдохнуть и посмотреть, как вокруг пропадают и пролетают города и села. Теперь по сути проблем. Не каждый поймет, но тот, кто хочет жить дольше, доедет. Что только благодаря своему хозяйству жизнь предстанет в новом ракурсе. И все косяки людские отойдут. Теперь насчет цен. Уж поверьте мне, не для сельского хозяйства ценники в торговых центрах. Там для комфорта. Здесь для жизни. К слову, сказать о качестве. Я бы всех жителей села и тех, кто работает для того, чтобы вне сезона не бродить и не тратить деньги, отправил бы сюда. Потому как, честно, круче жить и правильнее без денег. То есть деньги нужны вначале. А дальше факт. То, что вы вырастили, дает вам чувство комфорта. И самое главное. Две фишки. Нежели богатое, незачем начинать. И экономика должна быть экономной. Совмещая то и другое, понимаешь качество жизни, которого раньше не ощущал. А теперь и в раз. Рано, а лучше раньше. Выкиньте из головы магазины. Потому как земля вас кормит. И вот для этого и товары народного потребления. И честно, на 20 лет совместного проживания купил здесь все и куплю больше. Потому как я не понимаю смысл переплат. Вот здесь вот этого и нет. Так что, господа садоводы и те, у кого есть свой дом. Вот вам правило, куда ехать. И поймите, что больше в городе ехать-то и некуда. Когда я такие вещи беру, мне, честно говоря, смеяться хочется. Индукционная плитка для садоводов. 1260 рублей. То есть кипятите, пожалуйста, вот сюда ставьте. И все нормально. Клево. Хорошая тема, кстати, для садоводов. Что сверху становится? Сверху становятся замечательные электросушилки. Но кроме всего прочего, здесь также еще и, разумеется, другие плиты. Но я попрошу сейчас, попросил немножко сюда довернуть. Вот досудово довернуть. Потому что, ну, конечно, каждый хочет что-то, чтобы было дома. Но вот, допустим, если вдруг холодильника не хватает. Есть и холодильники, есть и свч-печи. Кстати, для того, чтобы прийти сюда, надо понять, что вы хотите. Идеальный вариант купить здесь все. Потому что, по сути, то другой цены нигде и нет. Кто-то может сказать где-то больше. Но качество это только здесь.